Всем привет! Ну что, хотели видосик про гайковерт? Ждали, писали. Про тот самый, который на 500 сил. Ну, настало то самое время, когда можно снять про него. Короче, те, кто не видели, что произошло с моим гайковертом, рекомендую посмотреть. Ну, хотя, вам это уже будет неинтересно, поскольку вы видите это видео. А произошло с ним вот что. Он упал у меня в яму, падла, и сломался у него вот эта вот крепежка. Как бы вариантов есть много. Заказать, к примеру, самый правильный вариант, это у китайца корпус. С китайцем еще пока не общался с продавцом. Поможет он мне с этим делом? Не поможет ли он мне с этим делом? И фиг его знает. Не могу ничего сказать. Второй вариант, это знаете, ну там, ребята писали это в комментах. Зафига чего этой? Эпоксидкой там, не эпоксидкой, аж на сопли там, на суперклее, на суперклее плюс там монтажную пену, е-мое, там, ну и прочие-прочие всякие такие штуки. То есть, вот по-всякому предлагали мне его отремонтировать. Ну, как бы, да, чего бы нет, можно и так. Я хочу делать по-своему. Я хочу его. Заварить я его хочу, ну как, ну своим обычным способом, как я всегда это делаю. Я вам сейчас все покажу крупным планом, все будет классно, здорово. Попробуем найти, из чего этот пластик, то есть, аббревиатуру хотя бы какую-то. Придется нам его полностью разобрать. Ну, то есть, корпус отделить от редуктора. Все, вынуть-ка. Заодно посмотрим, что там у него внутри. Ну, там, что там смотреть, мы, по-моему, вспомнили, вскрывали. Что стало с гайковертом спустя? Вот какой-то вот промежуток времени после его покупки. Ну, по-моему, уже год прошел. И я ему очень активно работаю. Это очень хороший гайковерт. Выносливый, падла. Я понимаю, если у вас там какие-нибудь Камазы, то это не ваше. Не-не-не. Это для легковушек, обычный сервис, очень офигенная штука. Рекомендую. Ну, по крайней мере, вот у меня в гараже живет, и живет уже очень давно. И этот гайковерт мне очень часто спасает. Спасает мою жопу от провала. Вот, потому что, ну, реально, если бы не он, я, допустим, вот сегодня бы, ни за что бы не расшевелил бы развальные болты на задних рычагах на Хонге Легенд. Кстати, клиенту, если смотрит, привет. То есть, не столько индукционик помог, сколько помог вот он. Я там его вот так вот, короче, держал. Вот так вот. Этот аккумулятор придерживал, а им долбил. Ну, он, он рабочий, все с ним хорошо и нормально. То есть, вот. Ну, и он такой у меня весь грязненький. Сейчас мы его помоем, почистим и побреем, вот. И он будет красивый, и приступим с комментариями к его разборке. Ну, собственно говоря, поехали. Так, ну что, как вы сами видите, я все уже разобрал, собственно говоря. Даже немножечко почистил, попротирал и осмотрел. Здесь пластик абсолютно. Вот. И не нашел ни одной маркировки этого пластика. Потому что, знаете почему? Потому что я вам сейчас попробую показать. Видите, вот эти вот характерные полосочки, такие полукруглые. Это 3D принтер. Эти корпуса не льются. Они печатаются на 3D принтере. И поэтому мы никогда в жизни с вами не узнаем, что это был за такой хитрожопый пластик. Может быть, все что угодно может быть. Ну, очень большие подозрения. Ну, и как бы все говорят мне, что типа должен быть АБС. А АБС у меня, в принципе, есть пластик, да? И ничего такого в этом нету. И как бы можно даже попробовать. Где-то, допустим, зацепиться этим АБСом. Я вот здесь вот сейчас вот обезжирен. И как бы вот в этом месте сейчас попробую припаять кусочек АБСа. Вот. Если будет держаться, то значит круто мы нашли то, что нам нужно. Будем тогда проваривать вот это вот место. Вот этот вот слом. Он четкий, мы его разделаем. Вся фигня, короче. Ну, все увидите. Подшипники все нормальные, все хорошо. Он полностью себя хорошо чувствует. Все с ним классно и здорово. Я много что пробовал. Всякие. И АБС, ИПП, ПЕ. И что только я не пробовал. У меня нет полиамида. Корее всего, это он. Скорее всего, это ПА. Только безо всяких обозначений. Что я хочу сделать? Я хочу сейчас вот так вот их взять. Вот так вот поставить эти две части. Греем две половинки. А потом так их, бац, короче, соединяем их между собой. И оно у нас должно, так сказать, не дурно так склеиться. Потому что это пластик с пластиком с родным. Видите вот это вот место? Это вот усиление. Только вот здесь вот оно, как раз самое тонкое. Если бы они его сделали бы отсюда, сюда бы, да? Вот. А вот эти бы вот края бы убрали бы нафиг бы, да? То тогда бы оно было бы гораздо мощнее здесь, как на мой взгляд. А может быть и нет. Я не знаю. Но фишка в том, что здесь, как бы, место для слома. Как это еще сказать? Вот. И когда оно вот так вот встанет, мы здесь греем и перемешиваем просто вот этот вот пластик, который у нас здесь есть. Между собой мешаем его. И он у нас, как бы, должен завариться, перемешаться и должен хорошо взяться. То есть, я думаю, нам на небольшой срок хватит. Ну, и, естественно, я буду заказывать корпус новый. Вам, естественно, дам ссылочку на этот корпус, если найду его. Вот. Сейчас надо будет это все дело почистить и обезжирить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оно, кстати, залито лаком, между прочим. Если присмотреться прям хорошо, то все витки залиты лаком. Конечно же, сюда можно было бы еще больше намотать. Вот прям вот я вот вам вот ей-богу вот вангую. Дало бы это плюс какой-то? Не знаю. Три обмотки, да, три конца вывода. Как он подключен, не знаю, звездой или треугольником. Хрен его знает. Электроника вот такая вот. На электронике моей вот так вот написано. ВБНД-2 10-11-19-95 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Here we go. Че? 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 Даже диод засветился в натуре, а. Не обманул меня народ. Диод светится. По всем скеростям работает. все великолепно ну вот так вот а я попаял как бы даже вроде бы похож на вековерт такой комбы ему конечно здесь надо пошире сделать она здесь такое вот узенько не нужно нафиг она можно здесь спокойно делать широкую ручку да то есть вот вы понимаете найти бы что за пластик ну скорее всего это полиамид по вот с какой-то процентовкой добавление стекловолокна в него главное чтобы он работал и чтобы он жил и главное его не ронять вот лучше всего не ставить а лучше всего вложить потому что я поставила мне такой и рак и вот так вот упал и сломался в этом месте или вот так упал я уже теперь не помню как то как то он так упал неудачно ну как вы сами видите все нормально все хорошо все прошло успешно и удачно мы с вами обслужили так сказать про реализировали сделали ревизию нашему рабочему инструменту диод светится ваще огонь на этот инструмент скоро будет обзор обязательно когда-нибудь я его сниму вот и вообще надо фига еще чего будет обзор вообще экшем посмотрим чё как зафига потому что ну иногда прям вот очень хочется чтобы фен был без веревки ё-моё чтоб ты не был привязан как дурак к этой всей фигне вот так что лучше класть инструмент чем ставить потому что редуктор у него реально тяжелый капецки здесь реально самое тоненькое место в диаметре то есть здесь нормально толсто здесь тоненькая если бы они сделали бы здесь типа сужение а здесь потом увеличение да то есть вот так вот вот бжук сделали бы то это бы на эргономику и на удобство бы не повлияло бы никак а вот на силовые качества пластика в этом месте очень бы круто бы повлияло ну и я так чую что если бы здесь было бы стекловолокно более длинные то есть пипа 66 гф-30 я так понимаю что вот этот вот материал это вот он самый скорее всего полиамид только есть не 30 процентов стекловолокна наверное это 5 и 7 процентов стекловолокна короче если бы больше стекловолокна но было бы прочнее но нам только остается что мечтать об этом вот хотя нормальный производители это дело делают из а б с а да то есть макита сделаны из а б с а пластика ну а маките мы с вами еще поговорим в очередной раз подтверждаю что инструмент супер рабочий больше года прошло вот прям вангую больше года он конечно же потертый весь такой поюзанный тут все пас поскрейчена везде скрэйч 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 теперь он здесь еще и паян и ремонтный но я как бы старался чтобы он такой был более-менее вменяемые как люди сказали что надо синие изоленты и замотать обязательно только надо купить ее а то она закончилась вот изоленты этой синяя а тогда все 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 класс я починил его ништяк теперь если я буду долбить она не должно отвалиться но здесь поняли что есть аккумулятор в ней гуляет в этой холодке да то есть сам году чтобы он бы на здесь не треснула но если вдруг треснет я вам сниму видосик shorts вы смотрите короткий видосик против так что рекомендую заглядывать через мобильное приложение на мой канал вот и смотри там шорты мои иногда бывает интересно и поучительно ну как народ там показывает что раз там бах там за два дня там за день у меня за день 5 тысяч просмотров о невиданный розыгры вот в дофига всего понадобилось паяльная станция дремель понадобился помощник понадобился отвертка шмёртка обезжириватель фигова тонна пластика такого 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 сорта такого короче все пластики все пробовал ничего не помогало стяжка стяжка для для проводов вот она более-менее клеится и то она так себе клеится на там 3 с плюсом она клеится то есть даже не на 4 она вроде как приклеилась но она как-то короче но это по моему полиамид или что-то типа того и не помню как он называется но он хотя бы как-то приклеивается к этому пластику полин надо себе все-таки же заказать пару прутков полиамида у меня ни разу не получалось полиамидом запаять полиамид поэтому я как бы к нему очень скептически отношусь очень с недоверием такой материал себе вот но но вот 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 вроде бы что-то получилось короче я доволен работает можно дальше короче это мучить его почему не заклеил супер клеем я не доверяю супер клею я не люблю супер клей потому что очень часто не приносит детали которые были раньше склеены супер клеем но она не клеит нифига примеру как пластик abs он не клеится супер клеем да вот по факту фактически давайте смотреть правде в глаза да то есть он не клеится супер клеем очень плохо и потом когда ты начинаешь понять этот пластик он так воняет этот супер клей просто дико отвратительно невыносимо меня это очень сильно бесит вот я старался не пользу не пользоваться супер клеем и как бы не прогадал нифига если что-то случится если вдруг отвалится я вам сообщу все классно все здорово это классный гайковерт мощный сильный те кто писали да это там фигня так себе это ну ребят в там кукарикайте себе дальше сколько вас влезет я как бы не против вот блин не той стороной кнопку поставил она теперь выступает ну ладно хрен бы с ней вот надо было перевернуть ее и развернуть помыл кнопку заработал диод вообще чудеса классно гайковерт рабочий реально моя любимая игрушка в гараже чё бы я без него делал бы он меня столько раз уже спасал чтоб просто капец ладно подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и пока